Охотник встаёт с позаранку Мешая колёсами осеннюю грязь, в село Сосновка въехала непривычная для этих мест белая иномарка. Местные жители останавливались и провожали взглядами чудной автомобиль. Разговоры замолкали, уступая место молчаливому любопытству. Будет потом о чём язык почесать. Машина остановилась возле мужика, который активно размахивал топором. Он ловко раскалывал на щепки деревянные чурки. За своими трудами селянин не заметил объект любопытства своих соседей. Стекло со стороны водительского места плавно опустилось, и негромкий голос окликнул мужика. «Здравствуйте», – произнёс молодой человек в очках с пластмассовой роговой оправой. Мужик не услышал, однако, откидывая в кучу расколотые дрова, краем глаза заметил белую машину. Скользнул по ней взглядом и отвернулся, не сразу поняв, что увидел нечто необычное. Через секунду снова обернулся. Изумление проскользнуло на его лице, а после он приветственно заулыбался незнакомцу за рулём. Сняв верхонки, он отбросил их в сторону и подошёл к автомобилю. «Ох уж эти современные машины!» «Так тихо подкрадываются, что и не услышишь, и не заметишь». «Здравствуйте», – ещё раз произнёс водитель. «Меня зовут Сергей. Я ищу одного человека, он живёт в этом селе. Может быть, вы его знаете?» «Здрасте, здрасте. А меня Семёном зовут. Ищешь-то ты кого? Тут все-всех знают». Его фамилия – Васнецов. Большего, к сожалению, мне неизвестно. «Воснецов, Васнецов!» Мужик почесал задумчиво в затылке. «Так это ж Пантелеймоныч!» Воскликнул другой мужичок, небольшого роста, с раскрасневшимися щеками и носом. Он стоял у калитки своего дома, но заинтересованный беседой подошёл ближе. «Точно, Пантелеймоныч!» «А я и запамятовал», – сказал Семён, стукнув при этом себя по лбу. «Так вы покажете, где его дом?» «Да, конечно, без проблем», – продолжил Семён. «Его изба вон там, за опушкой леса. Не людям он у нас. Вы сможете со мной доехать до места? Пользы от навигатора в ваших местах никакой». Семён не отказал. Ему очень хотелось прокатиться на этой красивой машине, да и поболтать он всегда был мастак. К его сожалению, Сергей оказался не так уж разговорчив и ни в какую не захотел выдать, зачем ему так нужен Пантелеймоныч. Тогда Семён не стал долго ходить вокруг да около и выдал свою версию. «Пантелеймоныч-то охотник хороший. И не только на дичь. Тебе, наверное, за этим он и нужен». Он заговорщицки подмигнул собеседнику за рулём, но тот никак не прореагировал на этот жест. Семён нахмурился и продолжил. «Всякие слухи у нас ходили. Можно верить, можно не верить. Но если ты и правда прикатил к нам за тем, чтобы Пантелеймоныч выбил дурь из какого-нибудь вурдалака, то человека ты выбрал правильного, надёжного». Эти слова, видимо, произвели впечатление на городского интеллигента. Он повернул голову и посмотрел странным взглядом на Семёна. У того же холодок пробежал по спине, и больше он решил не заикаться о способностях Пантелеймоныча. Хотя ему и очень хотелось. Было дело, как-то пару лет назад. Семён тогда сторожем работал в местном магазинчике, самом большом, на всю округу. Его тогда чуть не уволили, когда по ночам начала пропадать колбаса и сосиски из холодильника. Он нашёл собачьи следы на полу, но как пёс попадал в помещение, оставалось загадкой. Всё вокруг заперто, даже холодильник, и шума никакого не было. Семён целую охоту на зверя хитрого устроил и, наконец, застукал с поличным. Вот только поймать или прихлопнуть духу не хватало. А вот штаны постирать пришлось. Гадина похожа была на псину, вот только клыки не собачьи, а как у соблезубых тигров, что в детских учебниках по истории рисуют. Когти больше, чем у медведя. Один раз махнёт и пополам разрежет. Шерсть была чёрной, с красным отблеском, и будто лоснилась. Хвостище длинный, как хлыст, и весь лысый. Когда Семён рассказал об этой стычке с ночным похитителем сосисок, то все его только обсмеяли, кроме старого закадычного товарища Петьки Прощёкова, того самого с красным носом, что сейчас так и остался стоять возле дома Семёна. Петька рассказал, что Пантелеймоныч не только хорошо умеет на медведя ходить, но и завалит любую нечистую силу. Сам Петька узнал это из слухов и разговоров, что по селу ходили. Охотником Пантелеймоныч и правда оказался умелым. Как только Семён к нему обратился за помощью, он приехал в ту же ночь и потребовал, чтобы никто не смел входить в магазин. Семён очень боялся, что там будет бойня, и охотник и эта адская псина разнесут всё в пух и прах, однако обошлось всё двумя громкими выстрелами из ружья. Пантелеймоныч вышел, а через плечо, как мешок картошки, у него был перекинут труп страшной твари. Здоровая псина оказалась, а он нёс её, как будто не чувствуя веса. Крепкий он мужик. Так и ушёл в ночь. Что он там во тьме с ней делал, неизвестно, да и Семёну это знать и не хотелось. Вот с тех пор он и проникся к нелюдимому охотнику большим уважением. Дом, в котором жил Васнецов, оказался очень старой бревенчатой избой, чуть покосившийся набок и заросший со всех сторон кустарником. Если бы Сергею не сказали, что в доме живёт охотник, то он решил бы, что это место давно заброшено. Семён долго стучал кулаком, но никто не ответил. Они заметили, что дверь была открыта, но никак не решились войти внутрь. Наконец, не дождавшись, что хозяин проявит хоть какие-то признаки жизни, они перешагнули через порог. В доме пахло сыростью и пылью, на стенах висели чучело животных, обросшие паутиной. Стол пустовал, и его явно недавно протирали от пыли. Это внушало надежду Сергею, уже начинавшему сомневаться, что найдёт здесь того, кого ищет. Он шёл, тихонько ступая на скрипучий пол, словно опасаясь разбудить спящий дом. То, что совсем недавно они громко молотили в дверь, он уже забыл. Атмосфера помещения давила и вселяла беспокойство и страх. За спинкой раздался дикий вопль, от которого Сергей даже подпрыгнул на месте. Это кричал Семён. Он зашёл в спальню и, похоже, нашёл нечто неприятное. Разголосил, как герой Савелия Краморова в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», вопивший «А-а-а, демоны, демоны». Только Семён сдобрил свои громкие эмоции отборным деревенским матом. В этот момент позади замерзшего на месте и побелевшего лицом Сергея посыпалась штукатурка и заскрепили доски чердачного перекрытия. Нечто открывало люк, ведущий с кухни наверх. Медленно, почти против собственного желания, он повернул голову, чтобы увидеть, что за ужасное существо готовится вцепиться ему в горло. Деревянная крышка люка сдвинулась в сторону и в кухню выглянула заспанная человеческая рожа. Она щурилась от блеклого солнечного света, с трудом пробивавшегося через грязные стёкла окон. «Чего орёте?» Недовольно поинтересовалась рожа. Затем она скрылась, и теперь в проём свесились две ноги в сапогах, после обладатель заспанной рожи и сапог ловко спрыгнул вниз, оказавшись прямо перед Сергеем. «По-по-по-пантелеймоныч, там эта псина страшная!» Заикаясь и трясясь, проговорил Семён, влетев на кухню как ошпаренный. «Тво ты, блин!» Воснецов пошёл в спальню, потащив за собой сопротивляющегося Семёна. «Так она чего, не живая, что ли?» Удивился Семён, увидев, что на полу перед кроватью стояла чучела мёртвого зверя. «С той самой ночи, как я её в магазине пристрелил, потом опилками набил и в доме поставил, чтобы непрошенных гостей отпугивать. Вы, кстати, чего припёрлись-то?» «Да мы это, вон, ему надо!» Дрожь у Семёна не проходила, и слова он связывал с трудом, но на выручку пришёл его спутник. «Это я вас искал. Меня зовут Сергей. Помощь очень ваша нужна». Будто не замечая своих гостей, Воснецов прошёл к холодильнику, притаившемуся в углу, и достал из него бутылку пива. Похоже, хозяину нужно было освежиться после вчерашнего. Что именно было вчера, легко читалось по его отёкшему лицу и красным глазам. Весь внешний вид говорил о том, что человек этот очень любил выпить, причём каждый день и в немалых количествах. По той информации, что знал Сергей, Воснецову было около 45 лет, но выглядел он гораздо старше. Видимо, алкоголь сыграл в этом не последнюю роль, но не только. Волосы с проседью, морщины и очень тяжёлый взгляд синих глаз выдавали в нём человека, пережившего непростые времена. Конечно, каждый алкоголик готов будет рассказать о своей несчастной судьбе, но не каждому поверишь. Этому хотелось верить, вот только он сам не станет ничего говорить. По нему видно разговоры по душам для таких, как он, проявления слабости. Он ничего не спрашивал у Сергея и не говорил сам. Он даже не назвал своего имени, а просто молча слушал рассказ своего гостя, при этом медленно леча свою головную боль глотками холодного пива. Несколько дней назад, пять, если быть точным, произошло похищение. Возлюбленную Сергея по имени Катя похитили. Утром следующего дня Сергей разбудил телефонный звонок. В трубке он услышал знакомый голос своего товарища, который давно умер. Призрак сказал, где искать Катю. Деревня Новопокровка далеко на севере области. Туда даже дорог больше нету. Все жители переехали, а населённый пункт перестал быть обитаемым. Почему это место было покинуто, ходили разные слухи. По большей части поговаривали о неком подземном пожаре, от которого начали случаться провалы в земле, рушатся дома, а люди задыхались от невидимого глазу, но едкого углекислого газа. Но так говорили люди рациональные. Другие же твердили, что место проклято, и само зло поселилось там. «Знаю я это место», сказал Васнецов. «Если твоя Катя действительно там, то можешь забыть про неё». «Забыть?» «Ну уж нет. Она жива, и вы поможете мне её отыскать». Васнецов внезапно вскипел, подскочил к Сергею, практически уткнувшись своим носом в его лицо, и прошипел. «Ты дурак! Сожрали твою Катьку уже давно!» «Да я даже не верю, что кто-то её в ту деревню утащил, распотрошили прямо у дома и съели!» «Какому чёртову вурдалаку понадобится в такую даль её переть? Ты сам-то подумай, если мозгляк такой, а ты ведь смышлёный, хоть и смазливый ботаник. Теперь катись из моего дома, пока рога тебе не подшибал. И Семёна с собой прихвати, а то стоит тут туши развесил». Он уже почти вытолкал гостей за порог, как Сергей сунул ему под нос фотографию девушки, ради которой он и собирался в эту спасательную миссию. Девушка симпатичная, брюнетка с распущенными волосами и карими глазами. Улыбка у неё какая-то грустная, но не её внешность приковала к себе внимание Васнецова, а то, что висело на цепочке в её глубоком декольте между двух упругих грудей. Это был серебряный крестик, украшенный красными и жёлтыми драгоценными камнями. Священный оберег, что Васнецов искал большую часть своей жизни. Очень драгоценная вещь для ювелира и бесценна для того, кто знаком с миром сверхъестественного. Никто потусторонний не может причинить вред тому, кто носит этот оберег. Если девушка попала в беду, а у неё на шее был этот крестик, то здесь приложил руку человек, а не демон. Я предлагаю сделку. Вы помогаете мне отыскать Катю и получайте взамен этот оберег, сказал Сергей. Васнецов помолчал, прикидывая в уме шанса, что девушка действительно жива и крестик по-прежнему с ней. Получилось не очень много, но оно того стоило, слишком уж полезная вещица. Дай мне собрать вещи. Сейчас пойдём в город, мне нужна моя старая команда. Семён, а ты иди домой. А зовут-то вас как? А то знаю только фамилию да отчество, спросил Сергей. Юрий. Бросил Васнецов и ушёл греметь ящиками в кладовую. Через несколько минут он вернулся с обрезом, пистолетом в кобуре и большим кинжалом в ножнах, что висел на ремне. За это время он успел даже переодеться в плотную рубашку тёмно-синего цвета джинсы, в которой был продет кожаный ремень, исписанный какими-то мелкими словами и символами. Поверх он накинул потрёпанную кожаную куртку, бывшую когда-то коричневого цвета. Сейчас она выцвела и затёрлась, но по-прежнему была цела. Затем они оба вышли из дома и обошли его вокруг. Оказывается, здесь был задний двор, где стоял УАЗ-469, или, проще говоря, Бобек. Машина оказалась в отличном состоянии, хотя возраст её и был заметен. Похоже, дом у Юрия был не в приоритете, в отличие от оружия и машины. За техникой он следил и поддерживал в готовности, словно знал, что она понадобится ему в любой момент. Иномарку Сергея охотник предложил оставить в Сосновке. «Никто её здесь не тронет», сказал он, когда Сергей провожал машину печальным взглядом. Уезжали они из деревни совсем другим путём. Да и дорога эта была, или бездорожье, сложно понять. Они просто мчались через лес, снося кенгурятником кусты, пока не выехали на трассу и не помчались в сторону города. Первым членом команды оказался парень лет 30, среднего роста, очень крепкого телосложения, с широкими плечами. На руках красовались вздутые вены, либо от тяжёлой физической работы, либо от ворочения железок в спортивном зале. Оказалось первое. Парня звали Кузя, как позже в процессе разговоров выяснил Сергей, так его назвали не за имя в паспорте, а за профессию кузнеца. Кузя ковал под заказ самые различные вещи, от стальных оград до самурайских мечей и казачьих шашек. Поэтому Сергей совсем не удивился, когда, собираясь в путь со старым товарищем Воснецовым, Кузя захватил с собой большой набор холодного оружия, но и огнестрельным не побрезговал. Ещё Сергея удивило то, как легко согласился этот парень на опасную миссию. Причём большой выгоды для него здесь не было. Оберег один, на всех не разделишь. Он только спросил. «Юрий Пантелеймонович, вы собираете всю старую команду?» Получив утвердительный ответ, он сказал «Я в деле» и отправился собираться. Второго члена команды они уже втроём отправились искать в село недалеко от города. Звали этого человека, отец Андрей, являлся он священнослужителем сельской церкви. Возрастом он был лет на пять старше Воснецова, но в габаритах здоровее его и голос был соответствующий его внешнему виду. Если сменить рясу на кольчугу, то получился бы самый настоящий древнерусский богатырь. Длинная седая борода дополняла картину. Когда-то отец Андрей служил в танковых войсках, а после, в девяностых годах, в местном отделении Рубоп позже примкнул к охотникам. Насмотревшись на нечистую силу и перебив её толпами, он надел рясу и постарался забыть о прошлом. В отличие от Кузи, он не очень-то хотел ехать. «Юра, хватит с меня этих страстей, устал я». «Слушай, Андрей, я понимаю, что ты теперь поп местный и души заблудшей спасаешь. Вот только девочку тоже выручать надо. Да и крестик этот заполучить. Конечно, заставить я тебя не могу. Но ты ведь помнишь, долг платежом, Красин. Мы тебя тогда из ямы с баргестами вытащили?» «Вытащили». Полина, между прочим, пострадала. «Вот поэтому на новые подвиги меня и не тянет». С тяжёлым вздохом и, покачав головой, отправился отец Андрей к себе собирать вещи и переодеваться. Наверное, дольше всех пришлось ждать этого священника, пока он отыскал оружие, экипировку и подстриг бороду. Совсем сбривать он её не стал, просто укоротил, чтобы не мешало, и, как он прокомментировал, никакой чёрт не смог ухватить его, как черномора. «Кто такие баргесты? И что за яма такая?» Поинтересовался Сергей у Кузи. «Да было как-то одно дельце. Мы тогда один заброшенный старый недострой зачищали. Перекрытие под Андреем провалилось, и он в подвал улетел. Там дюжина баргестов дневным сном спала. Сожрали бы его тут же». Быстрые они, твари. Одновременно со всеми не смог бы справиться. Тут к нему Полина и по теле Моныч прыгнули. Но даже втроём они с трудом в замкнутом пространстве и в темноте смогли их перебить. Полине досталось. «А кто такие баргесты?» «Чучело у меня в избе видел?» Вмешался в разговор Васнецов. «Вот эта хрень и есть». За последним членом команды, девушкой по имени Полина, пришлось скататься в соседний городок, где она работала тренером по женской самообороне. Они подъехали к спортивному клубу и остановились у входа. «Значит, вы тут подождите, а мы с нашим новым другом к Полине сходим», сказал Васнецов. Своим товарищам и те, понимающие, кивнули. Пока они поднимались по крыльцу, он проинструктировал Сергея. «В разговор не вмешивайся, пока я не скажу». «И ни во что не лезь, она баба с характером. Ещё кости тебя переломает», сказал охотник и внушающе посмотрел на своего внанимателя. Вдвоём они вошли в небольшой холл, где за стойкой сидел молодой парень. Он поинтересовался, что им нужно, и когда получил ответ на свой вопрос, указал на последнюю дверь по коридору. Подойдя к ней вплотную, Воснецов остановился, словно переводя дух. Это очень удивило Сергея. Неужели бывалый охотник напуган? Что же это за девушка такая? Из-за двери в этот момент был слышен шум десятков одновременных ударов по груши. Вероятно, тренировка в самом разгаре. Наконец, Воснецов открыл дверь и шагнул в зал. Пол был устелен татами, примерно четверть зала занимал большой ринг. Еще на четверти висели боксерские мешки, по которым молодые девушки в перчатках молотили кулаками из последних сил. Между ними проходила короткая подстриженная блондинка небольшого роста. Одна половина ее лица была обезображена тремя большими шрамами, словно на нее когда-то напал медведь. Удивительно, что глаз остался цел, хотя века срослось неровно. «Марина, руки выше! Удар идет от подбородка!» Прикрикивала она на своих подопечных. «Дашка, ты чего сегодня, совсем охренела? Всю тренировку халявишь, пока я на тебя не смотрю. Быстро на ручки упала, теперь под мой счет. А это еще что за...» Тут она увидела двоих мужиков, замерзших на входе в зал. Того, что хлипенький и в очках, она впервые видела, а вот второй ей был хорошо знаком. «Ах ты, сучонок!» прошипела она. «Как тебе духу хватило сюда заявиться?» С этими словами она кинулась на Васнецова, схватила за отворот куртки, а затем, словно здоровенный мужик ничего не весил, швырнула через весь зал. У Сергея глаза на лоб полезли от удивления. Как эта маленькая и хрупкая девушка могла провернуть такой трюк. Между тем, Васнецов сгруппировался и вскочил на ноги, встав в боевую стойку. Полина, скрижища зубами, быстро двинулась на него. Девушки, что работали по грушам, отошли подальше и с любопытством наблюдали за схваткой. Разъяренная Полина налетела на охотника со шквалом ударов руками и ногами. Это были далеко не беспорядочные размахивания конечностями. Девушка била точно, сильно и много. Васнецов еле успевал парировать серию за серией. Может быть, вначале он и выглядел растерянно, но сейчас он собрался и явно искал момент для контратаки. Девушка так увлеклась своей яростью, что не заметила, как выдохлась. Васнецов не применил воспользоваться возможностью и, проскочив под резким хуком в голову, подхватил её за талию и перебросил через бедро. Полина упала на спину, но так ловко подстраховалась, что не почувствовала удара об пол и тот же вскочила на ноги. Атаковать она не успела, так как теперь ей пришлось защищаться и отступать. Так происходило до тех пор, пока она вновь не попалась на подсечку и не оказалась на полу. Теперь она резко откатилась в сторону и остановилась, переводя дыхание. Васнецов тоже дышал очень тяжело, они кружили друг против друга, выискивая момент для новой атаки. Но никто не решался сделать первый шаг. Новая взрывная волна ударов случилась одновременно с обеих сторон. Теперь они оба атаковали и отбивались, проверяя на прочность, выносливость друг друга. Крупкая девушка и крепкий мужчина. Постепенно он начал побеждать, её удар ослабля, она отступала шаг за шагом назад. Васнецов расслабился, это и стало его ошибкой. Он не успел парировать очень быстрый и сильный прямой удар рукой, только он один дошёл до цели. У Васнецова из носа брызнула кровь, и на этом схватка прекратилась. Полина резко развернулась и пошла прочь в раздевалку, на ходу бросив примолкшим девушкам, что тренировка окончена. Васнецов, вытирая кровь, присел на подоконник и стал вместе с Сергеем терпеливо ждать, когда удастся поговорить с этой бешеной фурией. Она вернулась из раздевалки позже всех остальных девушек. На ней уже была походная одежда, берцы, женские камуфляжные штаны, чёрно-обтягивающая футболка, бомбер и кепка. Через плечо была перекинута большая спортивная сумка, забитая чем-то до отказа. Теперь Сергей рассмотрел нового члена команды внимательней. Она была старше Кузи, но явно младше командира команды охотников Васнецова. Точно её возраст определить было сложно, девушка не щадила себя и своё здоровье. От неё несло перегаром, под глазами были мешки с синеватым оттенком. Удивительно, как в таком состоянии она ещё так прытко смогла драться. Хотя теперь он понял, что хрупко её назвать было сложно. Миниатюрный, да, но не слабый. Достаточно широкие плечи, хоть и не такие, как у мужчин, крепкие бёдра, короткие светлые волосы. Грудь почти не выделялась под облегающей футболкой. Если бы не её широкие бёдра, то можно засомневаться, кто перед тобой, парень или девушка. Несмотря на это и на обезображенную половину лица, было заметно, что когда-то она была очень даже симпатичной. Может, не первой красавицей, но влюбиться в неё можно запросто. Чувствовался какой-то притягивающий магнетизм в этой воинственной амазонке. «Ну что, Юра, снова приехал поломать мне жизнь, как в прошлый раз? В новый крестовый поход?» Наступала она с вопросами на Васнецова. Хотя вопросы эти были риторическими, ответы на них она знала. Более того, хоть Сергей этого ещё и не понял, она уже собралась с ними в путь. «Нам помощь ваша нужна?» Пролепетал он, не выдержав, что Васнецов так и молчит. Тот зыркнул на Сергея взглядом, предлагая ему заткнуться. «Чего? А ты ещё что, за хрен с горы? Тебя вообще кто-то спрашивал?» «Оставь парня, Полин. Девушку у него похитили. В новопокровке она, жива. По крайней мере, должна быть. Оберег у неё на шее особый. Ты знаешь, каково это оказаться в окружении тварей. Вот я и приехал за тобой». Полина только фыркнула. «Будто я когда-то тебе отказывала». После этих слов она прошла между Сергеем и Вознецовым к выходу, где у крыльца их дожидался уазик. Теперь, усевшись в пятером в кабину машины, они помчались прямиком к цели, останавливаясь только, чтобы пополнить свои запасы да перекусить. От города до деревни новопокровка было почти 900 километров. Дорога была дальняя, и чтобы скоротать время, старые знакомые рассказывали друг другу о себе и о прошедших годах. Лишь Сергей задумчиво смотрел на мельцающий за окном пейзаж, Вознецов меньше своих друзей участвовал в беседе и больше слушал и внимательно изучал в зеркало заднего вида своего нанимателя. Что-то было в этом ботанике странное. Он явно что-то не договаривает. Как бы его секрет не вышел потом боком всей команде. Наконец, угомонившись и наговорившись вдоволь, спустя примерно часов десять все замолчали. «Юрий Пантелимонович, а магнитола-то у вас живая?» Вдруг поинтересовался Кузя. «А то!» оживился командир. «Так может, тогда включим нашу боевую?» Обрадованно попросил Кузя. «Полин, открой бардачок, там кассеты лежат, включи нашему Панку, его любимую». Она сидела на переднем сиденье сбоку от Васнецова. «Ну, Кузька, держи свою боевую!» Полина достала затертую пластмассовую коробочку с надписью «Сектор газа», извлекла из неё кассету и вставила в магнитолу. В колонках ударил панк-рок песней истребители-вампиров. Оказалось, в этой машине, несмотря на старенькую магнитолу, стояла хорошая акустическая система. Сама песня очень подходила по духу этой компании охотников. Пусть даже их противниками редко бывали именно вампиры, но назвать спецназом по истреблению нечистой силы их можно запросто. Сергей в очередной раз поёрзал на сиденье, пытаясь растолкать плечами вальяжно навалившихся охотников, но не мог. Почти всю дорогу он сидел зажатый между плечистым Кузей и Андреем, он лишь глянул на них злобно, а затем обречённо опустил глаза себе под ноги. Пока играла музыка, Кузя в такт покачивал головой и даже умудрялся отбивать ритм песни носком своего сапога. Прежде святой отец, а ныне охотник Андрей, очень убедительно хмурился, показывая всем видом, что он даже круче, чем спецназ по истреблению вампиру, о котором поётся в песне. Даже Васнецов стучал пальцами по рулю под музыку, на губах Полины читалась еле уловимая улыбка, она была в плену ностальгии. О чём думал Сергей, было сложно разгадать. Васнецов сделал для себя лишь один вывод, что их наниматель несколько в шоке от столь странной компании охотников. Конечно, со стороны они выглядели очень круто, но он прекрасно отдавал себе отчёт в том, что на его лице написано, каким он стал алкоголиком, а ведь он командир. Полина тоже недалеко от него ушла, да ещё её выходка в спортивном клубе, но тут уж ничего не поделаешь, девушка она вспыльчивая, пока она не в составе команды, копит в себе злобу, а потом выпускает на раз. Кузя и Андрей хоть и были куда свежее по внешнему виду, но у каждого были свои тараканы. Один второй повёрнут на холодном оружии. Эту кузину страсть Сергей наверняка уже успел оценить, когда ошарашенным взглядом изучал коллекцию самурайских мечей, казачьих шашек, кинжалов, кортиков и просто ножей. Однако он сам выбрал именно эту команду. Пусть может и почему-то совету, но решал в итоге сам. Кстати, было бы неплохо выяснить, кто же доброжелатель такой советливый у него в друзьях ходит. Этот вопрос Васнецов ему уже задавал, но Сергей не хотел сознаваться и сдавать своего источника. Ну что ж, придёт время, сам расскажет. Через 12 часов пути и примерно за 200 километров до цели охотники решили остановиться и заночевать. Ехать на ночь глядя в самое сердце проклятого места чистое самоубийство. Поэтому было решено переночевать в палатке, а утром ещё до рассвета выдвинуться в дорогу со свежими силами. Всю ночь Васнецов видел очень много снов. Кошмары для него были вещью обычной, но сейчас их количество зашкаливало за все мыслимые пределы. Он проснулся и посмотрел на часы. Стрелки показывали половину четвёртого утра, пора собираться в путь, охотник встаёт с позаранку, в противном случае есть опасность угодить в ночь. Несмотря на долгую дорогу и беспокойный сон, он чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. К его удивлению, Сергей не спал. Он сидел на старом пне и пустым взглядом смотрел в темноту леса. Услышав, что все охотники просыпаются, он поднялся, закинул свою сумку на плечо и молча уселся в машину. Через пять часов команда охотников выехала на опушку леса, за которой открывался унылый вид на брошенную деревню. Новопокровка располагалась в небольшой низине. На другой стороне деревни начинались холмы, а чуть дальше даже подобие небольших гор. Перед въездом в деревню они увидели старое кладбище. «Как странно, здесь давно не было людей, но могилки ухоженные, словно за ними следят», высказала свои наблюдения Полина. «Вот обитатели этих могил следят», подметил, нервно хихикнув Кузя. Выснецов промолчал, хотя внутри не вовсе напряглось. Все больше указывало на то, что в деревне действительно водилось зло, дело даже не только в могилах, которые уже очень старые, но выглядят как только после захоронения. Все вокруг практически кричало «Беги из этих мест, спасайся, здесь все мертво». Не было слышно пения птиц, стрекота кузнечиков и стрекоз, даже ветер как будто не решался коснуться крон деревьев и кустов. Тишина окутывала собой все. Когда они ехали по улицам новопокровки, черные оконные провалы домов, как глазницы голодной и жадной твари, провожали их следом. Каждый из охотников чувствовал, что нечто следит за ними и сходит слюной, мечтая полакомиться свежей человечиной. «Может, я давно не был на охоте, но что-то мне совсем не по себе от этого места», признался отец Андрей. «Как это место превратилось в такую дыру?» поинтересовался Кузя у командира, который практически всегда знал ответы на подобные вопросы. Информация о таких местах у него была. «Я слышал историю от одного охотника, который когда-то жил в этих краях. В угольной шахте рабочие натолкнулись на нечто странное. Судя по описаниям, они пробудили древнее существо, спящее здесь ещё со времён динозавров. Такие твари перемещаются под землёй. Из шахты он поднялся выше, а потом, скорее всего, поджог залежит торфа, чтобы согреться. Места здесь не самые тёплые, а он тварь теплолюбивая. После чего в деревне начали гибнуть люди. Сначала на шахтах, затем в земле появились дымящиеся провалы, в которые падали люди. Затем целые дома уходили под землю, люди в тот момент уже начали массово бежать. Кто не решался оставить родные места, умирал от углекислого газа. Люди, что уезжали последними, были очень напуганы. По их рассказам, в деревне разверзлась земля и открылись врата в адское пекло. Если честно, в последнее я не верю. Скорее всего, они увидели самый большой провал, в котором горел торф. «Так, по-вашему, здесь помимо подземной твари никого нет?» спросил Сергей. «Я думаю, что эта тварь настолько древняя и зло внутри нее настолько абсолютно и концентрировано, что оно привлекло к себе нечисть со всей округи. Так что это место действительно проклято. Если мы пробудем здесь до темноты, то не вернемся обратно никогда. Только солнечный свет защищает нас от тех, кто сейчас наблюдает за нами». Все молчали, напряженно поглядывая на дома. Воснецов первым вышел из машины, не забыв при этом взять с собой заряженное ружье. «У нас есть не больше шести часов, чтобы обыскать деревню, найти Катерину и уносить отсюда ноги. Так что действуем оперативно. Проверяем дом за домом, если нужно, зачищаем, но максимально тихо и аккуратно». К этому моменту все выбрались из машины и готовились к выполнению указаний своего командира. Вдруг Полина замерла на месте, словно к чему-то прислушиваясь, но на самом деле она обострила все свои чувства до предела. «Юр, тут что-то не так, ты не чувствуешь?» Под чувством она подразумевала не только мерзкий сладковатый запах разложения и ацетона, который сопровождал повсюду оживших мертвецов, но также и то чувство, когда рядом с тобой находится существо, рожденное в адском пламени. Это особый холодок, пробегающий по позвоночнику снизу вверх, и опять же запах, запах серы. Это демоны? «Невозможно!» пробормотал отец Андрей. «Сейчас же день!» Комья земли брызнули фонтаном под ногами, и сотни мертвых рук потянулись вверх, в надежде ухватить за ботинки охотников. Из большинства домов повыскакивали как дикие обезьяны с обезображенными лицами, красными глазами и большими клыками в урдалаке. Откуда-то со стороны леса с диким воем мчалась стая церберов крупнее и сильнее, чем обычные баргесты, а верхом на них выседали демоны со сверкающими мечами в руках. Это конец. Пронеслась в голове Воснецова мысль, и вопреки ей он начал действовать. Отстреливаясь от быстро приближающихся в урдалаков, что были ближе всех и уклоняясь от рук пытающихся выбраться из-под земли мертвецов, он давал приказы. Все, что они могли сейчас сделать, это найти дом, где можно забайкодироваться. Это даст хоть немного времени, чтобы перевести дух и понять, что же происходит. Быстро выбрав избу, в которой было всего пара окон, они зачистили ее от местных обитателей койми оказались пара кровопейц. Васнецов задержался на пороге. Он понял, как оказался в этой безвыходной ситуации. С момента атаки мертвецов Сергей так и не сдвинулся с места. Он неподвижно стоял, наблюдая за происходящим, а стая демонических всадников рекой пронеслась мимо него. Никто его не касался и не задевал. Вся нечисть была заодно с этим человеком. Один демон, похоже, самый главный в этой стае, подошел к Сергею и положил ему руку на плечо. Юрий узнал его. Это был Атаракс, которого он отправил обратно в ад много лет назад. Вероятно, тот снова восстал и желает отомстить. Теперь все встало на свои места. И похищение девушки с оберегом на шее, и странности этого городского интеллигента, что, похоже, подмечал только Васнецов и эта ловушка. Сильным ударом сбил с ног Васнецова подскочивший к нему вурдалак. Юрий ударился головой и не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, перед глазами начало темнеть. Он увидел перед собой пасть вурдалака и клыки, готовый вонзиться в его горло. Вдруг голова твари лопнула от прямого попадания из ружья. Кто-то схватил Юрия за руки и потащил в дом. Он закрыл глаза. Сознание начало возвращаться к Васнецову. Открыв глаза, он увидел лунный свет, пробивающийся сквозь щели забитых окон. Затем слух вернулся к нему, и он услышал громкие хлопки выстрелов. Его команда отбивалась, пока надежно держа оборону. Кузя злобно матерился и поливал очередью из автомата, высунув ствол между досок на улицу. Полина заряжала ружьё, а вот Андрей куда-то пропал. Неужели он остался там? Андрюха, прохрепел Васнецов. Где Андрей? Там остался, мрачно ответил Кузя. Этот ублюдок очкастый за компанию с антидепрессантов нас в ловушку завёл. Вчера ночью что-то с нами сделал, мы, похоже, весь день проспали, а проснулись уже вечером, но этого не знали. Магия какая-то нам глаза всем затуманила. Вот чего он не спал, колдовал значит. Но ничего, мы ещё живы, и это главное. Выходи, охотник. Голос, как громовый раскат, прозвучал за окном. В доме даже всё завибрировало. Твой человек у меня, продолжил демон, чьё имя было созвучно популярному лекарственному препарату Атаракс, спасающему от депрессии. Воснецов выглянул в окно и увидел, как истекающего кровью Андрея держал за горло демон, высоко подняв над собой. Сам Атаракс смотрел в сторону избы и не заметил, как в руке у Андрея блеснул нож, который он вонзил себя прямо в сердце. Демон дёрнулся в изумлении и брезгливо отбросил умирающее тело в сторону. Его лицо исказилось гримассой злости, больше он ничего не сказал, а только направился в сторону охотников, а вместе с ним ринулась вся армия нечистой силы. Полина, отстреляв очередную обойму из пистолета, принялась перезаряжаться. Её ружьё стояло рядом, оно было заряжено на случай, когда твари проникнут внутрь. Она допустила ошибку, повернувшись спиной к доскам, через который только что отстреливалась. Тут же сильная рука одного из рядовых демонов проломила деревянную защиту и утащила за окно. «Полина, нет!» закричал Кузя и бросился за окно следом. Воснецов мысленно похоронил их обоих. Он знал, что Кузя уже давно по уши влюблён в эту симпатичную блондинку. Надеялся, конечно, что за прошедшие годы его чувства ослабнут, но нет. Старая любовь не ржавеет. Почему он на это надеялся? Да вот как раз поэтому. Вот где были мозги сейчас у этого мальчишки, когда он бросился спасать обречённую девушку. Хотя какая сейчас разница? Ещё несколько секунд и его также утащат за окно или ворвутся в дом и разорвут на части уже здесь. Он схватил заряженное Полиной ружьё и прицелился. В этот момент девушку жрали сразу несколько варделаков. Она была мертва, но тело ещё подёргивалось в конвульсиях и кровь текла рекой. Несколькими выстрелами он убил тех, кто надругался над телом его напарницы. Затем, вновь закинув патроны в патронник, Воснецов прицелом начал искать Кузю и нашёл его. Тот был ещё жив, хотя и ранен. В руках у него был самурайский меч, и он ловко рубил тварей, превращая всё вокруг себя в фарш. Кузя мастер своего дела, но невозможно в одиночку справиться с целой армией. Его повалили на землю, меч улетел в сторону, а затем множество самых разных существ кучей налетели на бедного парня. Юрий отстрелял в их сторону все последние патроны в ружье, но толпа нечисти не уменьшалась. Васнецов только поморщился и достал из кобуры пистолет. Это единственное оружие, что у него осталось, и патроны есть только к нему, главное, чтобы был хоть один для самого себя. Не успел он им воспользоваться. Мертвецы полезли со всех сторон. Из окон, окончательно сломав деревянные щиты, из-под пола, разламывая дощитый настил. Двоих или троих он успел упокоить, но потом его схватили и прижали к стене. Мертвые пальцы так сжали его запястье, что он выронил пистолет и оказался полностью беззащитен. Его держали и за руки, и за ноги, так что он не мог пошевелиться. Дверь слетела с петель наружу, как будто с улицы её кто-то вырвал. В дом вошли двое. Это был городской интеллигент Сергей и адский демон Атаракс. Долго же мы ждали этого момента, с ухмылкой сказал ботаник в очках. Моему партнёру даже пришлось подготовить это место к твоему приезду. Поджечь торф, избавиться от людишек, привезти сюда армию. И всё ради тебя одного. Я, конечно, не очень понимаю, зачем достопочтенному Атараксу это всё нужно, это ваши с ним дела. Я свою часть сделки выполнил. Сергей повернулся к Атараксу и вопросительно посмотрел на него. Как снимешь с неё этот объект, я сделаю всё, чтобы она стала навеки твоей. Прогремел голос демона. Без проблем. Он развернулся и собрался прошагать к выходу, как замер на месте. «Ну что ещё?» спросил Атаракс и повернул рогатую голову к своему компаньону. У того из спины торчало окрывавленное лезвие клинка. Кузя вонзил его Сергею в живот снизу вверх, затем с молниеносной скоростью вытащил меч из умирающего человека и резким движением снес Атараксу голову. Меч был не простым, а заговорённым. Для убийства таких крутых демонов идеально. Сразу потеряв двух своих главарей, твари растерялись, а Кузя продолжал действовать. Он во второй раз убил всех мертвецов, что держали его командиры. Только сейчас Васнецов заметил, что за спиной у Кузи стоит девушка. Внешне её можно было спутать с мертвецами. Рваная и грязная одежда, лицо как будто в саже, запёкшаяся кровь, но глаза были живыми, пусть и наполненные ужасом. Это была Катя, и на шее у неё висел тот самый оберег, ради которого Васнецов пустился в смертельный поход. «Командир, надо выбираться отсюда, срочно!» прокричал Кузя. «Отсюда есть только один путь», ответил Васнецов. Он шагнул навстречу девушке, подхватив при этом за плечо Кузю. Они встали втроём лицом к лицу, образуя треугольник. Юрий начал шептать заклинания на латыни. Твари к этому времени оживились, перегруппировались и вновь принялись ломиться в дом. Когда они ворвались в избу, служившую укрытием для живых, то не нашли никого. Охотники и пленницы исчезли, на поломанном полу лежали только горы расчленённых трупов мертвецов и прочей нечисти. «Где мы?» прошептала девушка, ступая ногами по сырой земле бесцветного мира. «Это земля теней», ответил Васнецов. «Идём к машине, нужно поскорее уезжать отсюда. Это место не предназначено для живых. Чем дольше мы здесь пробудем, тем меньше шансов, что вернёмся обратно». Когда Юрий произнёс заклинания и коснулся оберега, они втроём шагнули за кулисы реального мира. Они были всё там же, в доме, только всё вокруг утратило свои цвета, а демонические существа копошились вокруг, не замечая их и не чувствуя. Втроём они стали невидимыми и неосъязаемыми призраками. Однако при желании могли взаимодействовать с окружающими предметами. Это и входило в план по спасению. Добраться до машины, завести её и бежать. Всё прошло как по маслу. Машина завелась, они развернулись на удивление, не привлекая к себе внимания, и поехали в сторону просеки. Васнецов бросил последний взгляд на Новопокровку и встретился глазами с Полиной и Андреем. Их блеклые тени стояли, провожая живых своим взглядом. По их глазам он понял, что они прощаются со своим командиром, чтобы отправиться в свой последний путь в пустошь. Спустя пару дней, когда Катя уже более-менее пришла в себя, Кузя и его командир Васнецов навестили её в больнице. Она рассказала им, как вместе с Сергеем занималась поиском магических артефактов. Страшную тайну про своего компаньона Катя узнала уже, когда её похитили. Он был очень назойливым ухажёром, от которого она никак не могла избавиться. Сергей заключил сделку с Атараксом, он приводит к демону его старого заклятого врага, а тот просто забирает душу в несчастной девушке. Тогда с телом Сергей может делать всё, что захочет. «Это каким же извращенцем надо быть, чтобы до такого додуматься?» – удивился Кузя. Также Катя рассказала, что Андрей до того, как его схватили, нашёл её запертой в деревянном сарае и освободил. После чего она с помощью оберега спасла Кузю, когда противники навалились на него толпой. Выснецов задумчиво посмотрел в окно, затем перевёл взгляд на Кузю и сказал, «Ну что, напарник, похоже, пора нам вернуться в этот мир окончательно. Чертовщина здесь какая-то началась». Кузя кивнул. Он решил это для себя ещё как только они приехали из Новопокровки. «Знаете», сказала девушка, «Я, пожалуй, с вами. Я видела, что в вашей команде могут быть и девушки. Это во-первых, а во-вторых, у меня есть знания, что вам пригодятся. Я помогу». Воснецов кивнул. Он не раз терял людей на этой войне, но и отговаривать не собирается. Эта девочка оказалась очень стойкой, не у каждого разум бы выдержал после того, что видела она. Прошло всего два дня, а Катя уже так спокойно и уверенно говорит с ними, значит, есть в ней такой же стержень. Воснецов ещё раз обвёл взглядом свой новый состав команды и сказал. «Война начинается». «Война